Всем доброго времени суток! С вами Настя. И сегодня я для вас приготовила практику на скрутке. Практика для третьей чакры, которая называется Манипура, и о которой я расскажу немного подробнее в конце занятия. А на чем мы с вами сегодня? В позе Анахатасана. Наши бедра находятся над коленками, как будто мы находимся на четвереньках. Но руки мы потянем к дальнему краю ковра. И осторожно опустимся вниз. Эта поза представляет из себя небольшой прогиб. И в ней также растягиваются хорошо плечевые суставы. Анахатасана. От слова Анахата, если вы помните, это четвертая чакра. Наше сердце. Еще пару циклов дыхания тут. Для того, чтобы настроиться на занятия. На следующем вдохе поднимаемся вверх. Руки можно поставить немного поближе. Вдох. Правая рука поднимается вверх. И выдох. Правая рука как будто продевает нитку в иголку. Скручиваемся в левую сторону. При этом бедра стараемся держать ровно. Подвздошные косточки параллельно к короткому краю ковра. Левую руку можно вытянуть над головой. Еще один цикл дыхания здесь. И возвращаемся в центр. На этот раз правая рука ближе к центру ковра. Вдох. Левая рука раскрывается вверх. Выдох. Продеваем нитку в иголку. И снова скручиваемся. Только на этот раз в другую сторону. Элемент третьей чакры. Это огонь. И это чакра нашего эго. В хорошем смысле. Нашего активного эго. Того, которое делает планы. И предпринимает какие-то действия для их осуществления. То есть здесь можно сказать лозунг этой чакры. Бери и делай. Еще пару циклов дыхания здесь. И вернулись. В центр на четыреньке. Проскользнули вперед. Не нашли позу сфинкса. Здесь у нас локти согнутые. И мы как бы активно пытаемся открыть свою грудную клетку. Локти как будто бы тянутся к телу. В то время как грудная клетка тянется вперед. Еще один вдох здесь. И выдох. Ставим наши кисти под плечами. И находим планочку. Можно планку подержать здесь. Можно опустить коленки кому тяжело. Помните, старайтесь держать все тело в одной линии. Или можно еще усложнить. И поочередно правой рукой касаемся левого плеча. А затем левой рукой касаемся правого плеча. И таким образом перекатываемся со стороны в сторону. Только на самом деле старайтесь меньше перекатываться. Старайтесь держать свой пресс и спину активными. Для того, чтобы как можно меньше происходило таких колыханий. Я однозначно со стороны в сторону колыхаюсь. Но пытаюсь это контролировать немного. Еще пару раз здесь. И последние два раза. А затем толкаем наши бедра назад и вверх. В адхо мука сванасана. Собака мордой вниз. Так как это первая собака у нас сегодня. Можно попереминаться, как всегда. С ноги на ногу. Поочередно поднимаем. То правую, то левую пяточку. А затем переносим тяжесть тела немного на левую руку. Правую руку отрываем от пола. И пытаемся правой рукой дотянуться до правой щиколотки. И дышим. Еще одна скруточка. Возвращаемся в центр. И теперь левой рукой тянемся к левой голени. Можно здесь коленки присогнуть. Для того, чтобы это было сделать проще. Возвращаемся в позу собаки мордой вниз. И на следующем вдохе смотрим вперед. И шагаем к рукам. Нашу утанасана. Можно коленки снова присогнуть немного при необходимости. А затем переносим руки в левую часть коврика. Тянем немного правый бок. Затем медленно переносим руки в правую сторону ковра. Тянем левый бочок. Возвращаемся в центр. Мышцы пресса активны. Открываем руки в стороны. И встаем. Урдва-хастасана. Если голова кружится, подержите руки наверху. Не спешите их опускать вниз. Мы долго стояли в утанасане. Возможно, голова будет немного кружиться. И когда готовы, опускаем руки. Тадасана. Поза горы. И дышим. Отсюда на вдохе поднимаем руки вверх. Урдва-хастасана. И выдох. Утанасана. Вдох. Спина прямая. Артха-утанасана. Выдох. Левая нога шагает вниз. Шагает назад. И находим с вами низкий выпад. Левая рука находится немного за ковром. И правая рука открывается вверх. Низкий выпад со скруткой небольшой. Можно сюда привнести динамику. И на вдохе открываем руку. Широко на выдохе опускаем вниз. Вдох. Рука поднимается вверх. И выдох вниз. Еще один раз. А затем подворачиваем пальчики левой ноги и начинаем поворачиваться в правую сторону, к согнутой ноге. А затем правую ногу ставим сверху над левой. И находим планочку. Боковую. Дышим здесь. На выдохе опускаем руку вниз. Чатуранга. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Три цикла дыхания здесь. А затем на следующем вдохе шагаем к кругам, но ноги шире, чем руки. И садимся в позу маласана. Руки можно собрать в груди напротив сердца. Дышим. Опускаем затем правую руку на пол. Пытаемся отвести ее подальше от себя. Левую руку открываем вверх. Высоко, высоко, высоко. Тоже такая скрутка. Можно остаться здесь и подышать. Здесь наша грудь открыта широко. А можно левую руку завести назад. Согнуть правую руку в локте. И найти, соединить в замочек правую и левую руки. Таким образом, немного глубже зайти в эту скрутку. И не забываем дышать. На следующем выдохе опускаем руки на ковер. И находим утанасана. Вдох, артха, утанасана. Спина прямая. Выдох, утанасана. На следующем вдохе живот к спине. Поднимаемся вверх. Урдва-хастасана. Выдох, тадасана. Теперь повторим все то же самое. С другой стороны. Вдох, урдва-хастасана. Выдох, утанасана. Вдох, артха, утанасана. Выдох. Правая нога шагает назад. Правая рука находится за пределом ковра. Открываем левую руку вверх. Открытая такая скруточка. Можно остаться здесь. Или снова можно добавить динамики. Вдох. Рука поднимается вверх. Выдох, рука опускается. И продолжаем двигаться в таком темпе. В ритме своего собственного дыхания. Последний раз. Затем правая рука находится теперь в центре ковра. Подгибаем правые пальчики. Начинаем поворачиваться к левой ноге. В левую сторону. И когда вес уже полностью находится у нас на правой ноге и на правой руке, шагаем левой ногой. Левую ногу ставим сверху. Правой находим боковую планку. Третья чакра Манипура. Это наша сила воли. И отличное упражнение для силы воли. Это упражнение для пресса и спины. Еще один вдох. И выдох. Опускаем руку вниз. Перекатываемся в обычную планочку. На выдохе чатуранга. На вдохе собака мордой вверх. На выдохе собака мордой вниз. Три цикла дыхания в собаке мордой вниз. Затем снова шагаем или прыгаем к рукам. У нас руки... Опять ноги шире, чем руки. Я немного разверну, чтобы вам было лучше видно. Маласана. Подышим здесь пару циклов. Затем левую руку отводим в сторону. Опускаем на пол. Правую руку открываем вверх. И можно остаться здесь. Или можно правую руку завести назад за спину. Согнуть левую руку также в локте. И найти замочек за спиной. На следующем выдохе отпускаем руки. Возвращаем их на ковер. И находим утанасана. Отсюда начинаем сгибать коленочки. Руки к груди. Копчик под себя подворачиваем. Подкручиваем. И поднимаем руки вверх. Открываем грудную клетку. Находим позу стула. Уткатасана. Три цикла дыхания здесь. Затем руки к груди. И поворачиваемся в левую сторону. Пытаемся правым локтем зацепиться за левое колено. Дышим. Затем на следующем выдохе шагаем правой ногой назад. Не меняя ничего в положении рук и в положении левой ноги. Находим высокий выпад со скруткой. Дышим. На следующем вдохе поднимаем руки вверх. Не меняя ничего в ногах. И на выдохе снова поворачиваемся в левую сторону, к левой ноге. Открываем руки в стороны. Вдох. Руки поднимаются вверх. Выдох. Скрутка. Руки открыты. И еще три раза. Вдох. Руки вверх. Выдох. Опускаем руки вниз. Правую ногу подводим ближе к левой ноге. Ставим ноги шире, чем они до этого были в выпаде. Левая нога параллельно длинному краю ковра. Левая стопа, правая стопа под углом 45 градусов. Можно взять здесь кирпичики. Это наша поза пирамида. Парсвакунасана. Можно сначала кирпичики поставить на самую высокую позицию. И постепенно, пока мы здесь стоим и дышим, мышцы будут растягиваться, привыкать. Можно будет их опустить ниже. Главное, старайтесь держать спину прямой. И обе подвздошные косточки смотрят вперед, параллельно короткому краю ковра. А затем переносим, не меняя ничего в ногах, переносим правую руку за левую стопу. Желательно на кирпичик, если он у вас есть. Можно снова поставить его на самую высокую позицию. И на вдохе открываем, левую руку вверх. Еще одна скрутка. Перевернутый треугольник. Стараемся снова подвздошные косточки все так же держать параллельно короткому краю ковра. Стараемся все так же спину держать прямой. Не заваливаемся никуда. И чувствуем, как тянутся боковые, боковая поверхность бедра с левой стороны тянется очень сильно. Дышим. И на следующем выдохе опускаем руку вниз. Возвращаемся. Уттанасана. Сейчас вы четко почувствуете разницу между правой и левой стороной. Так как мы хорошо поработали на левой ноге. А теперь так же хорошо поработаем и на правой. Я только развернусь в другую сторону, чтобы не быть к вам спиной. Итак, на следующем вдохе начинаем садиться в позу утткатасана. Плечи отводим от ушей. Спина прямая. Копчик подвернут. На выдохе опускаем руки к груди. И скручиваемся в правую сторону. К правой ноге пытаемся левым локтем зацепиться за правую ногу. Напомню, что все скрутки мы делаем от живота. То есть мы поворачиваемся в первую очередь не плечами, не головой, а работают мышцы пресса. Еще один цикл дыхания здесь. И затем тяжесть тела стоит у нас, остается на правой ноге, левой ногой шагаем назад. Находим высокий выпад со скруткой. Все так же дышим. Вдох, руки вверх. И выдох. Скрутка в правую сторону, руки открыты. И еще несколько раз в таком же духе. Следуя своему дыханию. Ноги активные. Вдох, руки вверх. И выдох. Опустили руки вниз. Нашли кирпичики. Левая нога стала поближе к правой и пошире. Нашли снова свое основание, позу пирамиды. Можно так же начать сверху, заложив руки за спину. Вдох, спина прямая. И выдох. Начинаем складываться от бедра. До того положения, когда мы почувствуем, как тянется задняя поверхность бедра. Можно коленку чуть-чуть присогнуть. Чтобы не повредить себе связки в суставах. Можно так же руки опустить на кирпичики. Еще два цикла дыхания в нашей пирамиде. А затем правый кирпичик ставим на самую высокую позицию. Левую руку ставим на правый кирпичик. И на вдохе открываем руку. Правую руку вверх. Помним, что скрутка идет от живота. Чтобы подвздошные косточки смотрят параллельно к короткому краю ковра. Спину стараемся держать прямо. Последний цикл дыхания. И выдох. Опускаем обе руки. Кирпичики можно убрать в сторону. И из нашей утонасаны опускаемся вниз. Садимся на пяточки. Перекатываемся на попу. Ноги вытянуты впереди. И еще пару скруточек в ближайшем положении. Прежде чем мы с вами перейдем к окончательному расслаблению сегодня. Точнее к медитации. На выдохе опускаемся медленно вниз. И подтягиваем ноги к груди. Можно помассировать немного свою спину. Можно коленки разводить в сторону немного, чтобы расслабиться. Довольно приятный массаж такой для поясницы. А затем коленки от груди опускаем в левую сторону. Можно сначала бедра чуть-чуть передвинуть к правому краю конца. Затем коленки опустить в левую сторону. Правую руку открываем в сторону. И смотрим на свою правую руку. Левую руку можно положить сверху на коленки. Чтобы немного придать им веса. Здесь оба плеча должны находиться на полу. Если вы чувствуете, что у вас очень поднимается правое плечо, то можно между коленками что-то положить. Например, можно положить подушку или тот же кирпичик, тот же блок для того, чтобы можно было расслабить полностью правое бедро. И при этом оба плеча находились на полу. И дышим. Глубокий вдох еще один. И на выдохе отпускаем коленки. Возвращаем их в центр. Снова притягиваем их к груди. И можно теперь бедра в левую сторону чуть-чуть сдвинуть. Коленками позволить упасть вправо. Левая рука у нас вытянута. Мы смотрим за левое плечо. Правую руку можно положить снова на левое бедро, на левое колено. Опять, если чувствуете, что у вас расстояние слишком большое между коленками образовалось, или что левое плечо отрывается от пола, возьмите что-нибудь, подложите себе между ног. Подушку, блок, кирпичик. В этих скрутках нет никакого напряжения, только расслабление. Поэтому найдите максимально комфортное положение. Еще два цикла дыхания. Затем возвращаемся опять в центр. И мне бы хотелось закончить сегодняшнее занятие мантры. Итак, для начала найдем удобное положение сидя. Это может быть со скрещенными ногами. Сукхасана или ваджрасана. Или вот на таких кирпичиках, как на скамейке, как я. Ваджрасана, чтобы не уставали стопы. Мантры, которые я для вас сегодня подготовила, она посвящена Ганеше. Ганеше – это один из любимых богов индийской мифологии. И в индуизме, и в йоге это один из самых почитаемых богов. Это сын Шивы и Парвати. Вы наверняка его знаете. У него голова слона и очень большой такой круглый животик. И Ганеша – это его почитает за то, что он помогает нам преодолевать препятствия. И так как третья чакра, над которой мы сейчас работаем в рамках нашей работы с целями и намерениями, это чакра, где мы берем и делаем, где мы берем и делаем все задуманное. Когда мы, так сказать, закатываем рукава и пускаемся в дело. Конечно же, будет возникать сопротивление, будет возникать препятствие. И поэтому на этом этапе мантра, посвященная Ганеше, может очень нам помочь. Стоит отметить, что Ганеша не просто как бы раздвигает все препятствия у вас на пути. Скорее, он помогает вам по-другому взглянуть на препятствия. И в проблемах увидеть потенциальную возможность что-то улучшить, возможность что-то сделать лучше или сделать что-то совсем по-другому. Кроме того, так как йога – это мистическая практика, мы, когда мы поем мантры в честь какого-то бога, мы это делаем для того, чтобы вызвать энергию этого божества в себе, найти силы этого божества в себе. В йоге считается, что все мы купицы Творца, что все мы имеем в себе божественное начало. И поэтому, когда мы поем мантры к какому-либо божеству, мы ищем силы и особенный дар способности этого божества в себе. Поэтому, когда мы призываем Ганешу, мы призываем качество Ганеша в себе. Мантра очень простая, и она представляет собой просто приветствие Ганеши. Приветствие тому, кто устраняет препятствия. Или ее еще можно перевести как Ом поклонение Ганапати. Ганапати – это тоже еще одно имя Ганеша, которых у него, кстати, много, как у всех индийских богов. Итак, эта мантра, она нам помогает, она обладает силой, чтобы убрать препятствия на пути и дарует чистоту намерений, мирской и духовный успех, а также наполняет благополучием и изобилием. Звучит именно так. Ом, гам, ганапатайе, намаха. Ом, гам, ганапатайе, намаха. Я сейчас пропою ее несколько раз. Слова вы найдете в описании к этому видео, как всегда. И я приглашаю вас послушать или присоединиться ко мне и пропеть его вместе со мной. Итак, начнем с того, что найдем удобное положение сидя, и спина прямая. Грудь открыта, подбородок немного припущен к груди. Глубокий вдох и выдох. Еще один раз так же. Ом, гам, ганапатайе, намаха. 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 Ом, 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 ганапатайе, намаха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Глубокий вдох И выдох Если ваши глаза были закрыты, можете сейчас их открыть Спасибо вам большое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok От моего сердца к вашему намасте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok